Замена оконных блоков и напольного покрытия, покраска стен, обновление почтовых ящиков, ремонт электрики и установка новых входных дверей. Это лишь часть работ, проведенных в 250 подъездах округа с начала года. Губернаторская программа работает с 2017-го и за это время достигнута немало. Эта программа ремонта подъездов в многоквартирных домах, она ведется уже не первый год. С 2017 года по 2023 год у нас на территории округа отремонтировано 3348 подъездов. Это больше, чем половина из существующих. За 7 лет благодаря ремонту подъездов перемены к лучшему смогли почувствовать более 132 тысяч жителей округа. Кроме входных групп, ремонтируют и общедомовое имущество. В этом году работы прошли более чем в 800 домах. Озвучили планы на будущее. Кровлю починят в 176 многоэтажках, инженерные системы в 143, фасад обновят в 51 доме, а еще в 10 установят новые лифты. Фонд капремонта стремится к комплексному ремонту домов, но это требует очень большого объема средств, а на сегодняшний день есть достаточно большой объем аварийных систем, которые требуют оперативной замены. В Кубинке-10 запланировано утепление фасадов. Работы коснутся 23 многоквартирных домов. Еще один большой проект, который должны завершить до 1926 года – реконструкция и создание новых очистных сооружений в Звенигородском верхнем посаде и гусарской балладе. Канализация – это всегда то, что требует особого внимания, и жители города Звенигорода столкнулись с этим не понаслышке. После проведенных оперативных мероприятий по устранению запаха от существующих очистных сооружений было начато параллельно проектирование. Сейчас проектирование уже в завершающей фазе. Проект передан в экспертизу, выйдет из экспертизы в феврале, и, соответственно, с весны начнутся работы по строительству уже новых очистных сооружений в Звенигороде на месте старых. Как подчеркнул Михаил Каратеев, реализация проекта вызбавит от зловония и вернет чистый воздух более чем 56 тысячам жителей Одинцовского округа. Роман Попов, телекомпания Одинцова.